Приветик! Сегодня на канале Геймтонс мы будем смотреть очередную анимацию про Poppy Playtime 3 и серия называется Катенап купил свою первую машину. Ну, давайте смотреть. Еще один день проведенный в запертей в приюте. Ой, погодите, что-то за постоянные дожди на фабрике Playtime. Они ведь вроде бы находятся не под открытым небом, а в здании. Хотел бы я хотя бы иногда выбираться наружу. Что ж, придется торчать у ящика. Ой, кстати, вот это вот нам показывают фрагмент из серии Хэллоуин захватил Геймтонс. Если вы еще не смотрели эту серию, то обязательно посмотрите. Это очень интересная и насыщенная событиями серия. Она есть у меня на канале. Хочешь кое-что быстрое? Да! Хочешь кое-что яростное? Да! Хочешь что-то, что ведет тебя подальше от серых будней? Что-то, что позволит тебе выйти в мир и почувствовать себя свободным. Наконец-то свободным хоть раз в своей жалкой жизни. Тогда тебе нужна гоночная тачка Turbo 3000. Все остальные тачки просто мусор. Если продавец машины заговорит, значит это правда. Гоночная тачка Turbo 3000. Новейшее достижение в машиностроении. Освободи себя. Мне это нужно. Мне нужна свобода. Нифига себе сколько стоит эта машина. 10 миллиардов долларов? Да откуда такие цены? Она не может столько стоить. У меня столько нету бабосиков. Но также есть тачка всего за один доллар. Ой, а что там продают за тачку за один доллар? Если даже кружка кофе стоит больше. Ваша тачка уже на подходе. Она здесь будет уже завтра. Наконец-то у меня будет свобода. Лупчевые твари будут очень впечатлены. Сможем отправиться в магаз с зоопаркой Broadway. О, ну могу дождаться. Она быстрая. Она яростная. И она заставит меня наконец-то что-то почувствовать. Моя первая машина станет лучшим событием в моей жизни. Я клянусь. А что насчет жены и детей? Они тоже клевые. Но позвольте представить вам мою новую гоночную машину Турбо 3000. Вау, это что-то другое. Но это определенно машина. Какой отстой. А правда? Хотел бы я увидеть твою машину в Кенчеге. Точно. Да у тебя ее нету. Просто смотри, ты больше не будешь смеяться. Просто погоди. Погоди. Может попробуешь выключить и снова включить? Да я только что попробовал это сделать. Просто дайте мне секунду. Ой, было бы странно если бы тачка за один доллар сразу же завелась. Очень круто, Катнаф. Очень круто. Посмотрим как гоняет эта детка. Мне кажется, ты удерживаешь тормоз. Это моя машина, а не твоя. И просто надо немного прогреться. Я... Я так счастлива за тебя, Катнаф. Ха, чувак. На твоем месте я бы сдался. Хватит ржать. Слушайте, в конце концов у меня одного здесь есть машина. Привет, ребята. Как вам моя тачка? Ой, интересно, где Док Дэй взял 10 миллиардов долларов на покупку этой машины? Продал фабрику? Где ты ее взял? В интернете. Теперь, когда у нас есть немного свободы, как насчет того, чтобы прокатиться? Кто хочет сгонять в торговый? Док Дэй. Это... Так... Круто. Я хочу сгонять. Я тоже. Пожалуйста, возьми меня. Прости, Катнаф. Не думаю, что для тебя найдется тут место. Все нормально. Мне не нужна твоя помощь. Как ты мог заметить, у меня тоже есть тачка. И я сам могу водить. Ну, как скажешь. Кто последний, тот покупает всем смузи. Не уверен, что это верная дорога. А смотрите, как Катнаф все-таки смог завести эту машину. И даже поехать. Отлично. Просто супер. Окей, я умный. Я смогу это исправить. Окей, не смогу исправить. Нужна помощь? Не, все в порядке. Ты уверен? А то я думаю, что из твоей машины идет гораздо больше огня, чем нужно. Я сказал, все нормально. Надо как-то вернуться домой. Эй, смотри, куда едешь. О, ну все, Док Дэй, я вызываю тебя на гонку. И если я выиграю, то заберу твою машину. Ты же понимаешь, что это безумие, верно? Да не может быть, чтобы эта штука победила меня. Да ее надо лишь немного починить. Хорошо. Но если я выиграю, то ты будешь мыть мою машину каждый день до конца своей жизни. Идиот. Как же мне сделать машину быстрее? Я понял. Это должно помочь. Это что, получается, он просто решил раскрасить машину вот этими языками пламени? И думает, что машина сразу же быстрее поедет? Да уж. Док Дэй, даже не поймет, что случилось. Хорошо, ребята. Челлендж состоит в том, чтобы увидеть, кто из вас сможет проехать всю фабрику первым. Да расплюнуть. А, да? Да я сейчас так плену, что захлебнешься. Хороший ответ. Где ты его взял? В той же помойке, где ты попал свою тачку? Ха-ха-ха. Итак, приготовьтесь. Три, два, один, погнали. Какой неловкий момент. А, ну же. Или тебе плевать на языке пламени. Это происходит. Я выигрываю. Хорошая попытка, Катнап. Не забудь про пылесосить сиденье, когда будешь полировать машину. Ясно? А смотрите-ка, машина Катнапа на самом-то деле очень быстрая. Да он обогнал Докдея как пешего. Надо было, конечно, притормозить перед поворотом. Но это уже нюансы. Машина-то оказывается быстрая. Может, Докдей прав? Ей место на свалке. Не сдавайся, Катнап. Думаю, я могу помочь. Ты же недавно катался с Докдеем. Почему ты хочешь помочь? Потому что эта новая тачка сделала из него придурка. Он говорит, что он круче меня, потому что у него есть машина. И теперь он самый важный из улыбчивых тварей. А когда я сказал, что ему нужны уроки вождения, он назвал меня ботаником. Ну, так и есть. Тебе нужна моя помощь или нет? Да, нужна. Я добавляю в ракетнице реактивную установку черепашьи панцири. Черепашьи панцири? Доверься мне. Не сомневайся, она будет летать как молния. Тебе только осталось уговорить Докдея на еще одну гонку. И если учесть, какой он хвостун, то это вообще не трудно. Еще одна гонка. Ты что, спятил? В этот раз я собираюсь выиграть Докдей. И когда я это сделаю, то заберу твою тачку. Ладно. Но когда я выиграю, то ты будешь моим слугой целый год. Это риск, на который я готов пойти. Челлендж будет такой же, как и в прошлый раз, чтобы все было честно и справедливо. Тот, кто первый проедет вокруг фабрики, победит. И, конечно, это я. О, Докдей. Я люблю тебя, тачка Докдея. Ты сделаешь это, Катнап. Три, два, один, погнали. Почему ты такой же быстрый, как я? Это еще не все. Зацени-ка. Ну, блин, вообще-то, стрелять ракетами, это уже не честно. Попахивает дисквалификацией. Хорошая попытка. И наш победитель, это Катнап. Вот черт, опять. Блин, смотрите, да ведь Докдей порвало пополам. И что значит опять? С ним вроде бы еще такое не случалось. Ну, по крайней мере, в анимациях геймтунса. Что ж, думаю, теперь моя машина твоя. Да ведь у тебя теперь нету машины. Она же развалилась. У тебя остался только рулет машины. Знаешь что, оставь ее себе. Правда? Да. Я вложил в свою машину слишком много любви. Кажется, я передумал. Что ж, вот такая анимация. Это было довольно-таки забавно. И интересно. А как вам эта серия? Напишите в комментариях.